Здравствуйте дорогие подписчики! На юге России завершается уборка ранних зерновых, урожайность, цены, перспективы, парад комбайнов и законодательные изменения. Сегодня в нашем обзоре главных аграрных новостей. Начну выпуск с красивой новости. В Мясниковском районе Ростовской области 22 июля прошел парад комбайнов. Так СПК колхоз имени Шаумяна отметил рекордный урожай более 33 тысяч тонн ранних колоссовых. В 2017 году, когда мы собрали рекордный урожай нашего колхоза 32 800 тонн зерновых колоссовых, мы провели парад комбайнов. И тогда еще сказали, следующий парад будем проводить только тогда, когда будет превышение. Вот сегодня мы достигли уровень 2017 года и те 300 тонн, которые сейчас соберут эти комбайны, будут превышением. Мы достигли нового рекорда. А рекорд всегда надо отмечать. Парад комбайнов в колхозе Шаумяна совместили с акцией «Бессмертный полк». В этом году 9 мая шествие не состоялось из-за ограничений. Мясниковскому району пришлось обойтись автопробегом. Но в хозяйстве нашли выход. Фотографии фронтовиков прикрепили к комбайнам и зерновозам. В годы Великой Отечественной войны ушли на фронт 211 работников колхоза и 19 учителей местной школы. С войны вернулся только каждый второй. Небесным заступничеством фронтовиков Хачатур Милконович объяснил высокий сбор колоссовых. В среднем по хозяйству урожайность составила 67,5 центнеров с гектара, а на трех полях она достигала свыше 82 центнеров с гектара. Это не только применение современных технологий. Я уверен, что с небес фронтовики нам тоже помогли. Они вместе с нами выращивали хлеб и вместе с нами сегодня убирают. А вот Кубани и Ставрополью отметить рекорд в этом году не удастся. Краснодарский край первым совершил уборку. Намолочено 9 миллионов 400 тысяч тонн ранних колоссовых культур. Сбор зерна оказался на 15% ниже прошлогоднего уровня. Но вице-губернатор Кубани Андрей Коробко сказал, что этот результат все равно впечатляет. Потому что изначально по прогнозам аналитиков Кубань должна была не добрать от 25% до 40% зерна. Поначалу в крае рассчитывали на урожайность пшеницы не более 40 центнеров с гектара. Однако сейчас к концу уборки этот показатель дорос до 49,4 центнеров с гектара. Завершилась уборка и в Ставропольском крае. Собрано 5 миллионов 135 тысяч тонн зерна. В этом году урожай оказался на треть ниже прошлогоднего, когда собрали 8 миллионов 300 тысяч тонн ранних зерновых. В Минцельхозе края заявили, что нынешний год по сочетанию природно-климатических явлений негативных, пожалуй, самый худший за всю историю наблюдений, метрологических наблюдений, которые ведутся уже последние 60 лет. В Ростовской области рекорда тоже не ждут, пока сбор зерна на уровне прошлого года. Вот что рассказал замминистра сельского хозяйства Дмитрий Репко. В настоящее время в Ростовской области жатва ранних зерновых культур вышла на финишную прямую. Убрано порядка 82% уборочных площадей. Валовый сбор составил 9 миллионов 300 тысяч тонн. При средней урожайности 34,1 центра в гектаре. Это урожайность уровня прошлого года. Что касается качества, то сейчас можно сказать, что качество озимой пшеницы тоже радует. Более 90% зерна 2-3 класса. При существующей урожайности валовый сбор превысит 11 миллионов тонн. В Волгоградской области и Калмыки, где уборка продолжается, в эти дни тоже столкнулись с сильной засухой и жарой. Например, в Волгоградской области часто происходят природные пожары. Они перекидываются на сельхозугодия и угрожают населенным пунктам. Уже сгорело 3000 гектаров пшеничных полей. В хуторе Княжеско-Михайловского района огонь разрушил 1 жилой дом и 15 хозяйственных построек. Тем не менее, урожайность ранних колоссовых в регионе остается выше прошлогодней примерно на 3 центнера с гектара и составляет 27 центнеров с гектара. В Минсельхозе Края надеются, что аграрий соберут 4 миллиона 400 тысяч тонн ранних колоссовых культур и 3 миллиона тонн уже отправлены в Закрома. Урожай в остальных регионах России пока остается под вопросом. На днях Всероссийский НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям отметил, что в пяти регионах России гибель урожая из-за засухи может быть очень существенной. Это касается Астраханской, Челябинской, Омской, Новосибирской областей, а также Алтайского края. Впрочем, в семи районах Калмыкии, например, тоже ввели режим ЧАЭС из-за почвенной засухи. Там дождей не было более двух месяцев. И хотя вклад региона в общий сбор зерновых невелик, в Калмыкии урожай будет около полумиллиона тонн, есть опасность, что аграрии в этом году не заготовят достаточное количество грубых кормов для животных на зиму. Несмотря на различные трудности в уборке, Минсельхоз России ожидает, что прогноз будет все-таки выполнен. А он, напомню, составляет 122,5 миллиона тонн зерновых, из которых 75 миллионов тонн пшеницы. Новый урожай неминуемо будет давить на цены, отметили в агентстве Савэкон. На прошлой неделе цену на российскую пшеницу с протеином 12,5% снизились на 6,5 долларов и составили в среднем 208,5 долларов за тонну. Это на условиях ФОП глубоководные порты. Средние закупочные цены на пшеницу увеличились на 8% по данным Савэкона и составляют 13 650 рублей за тонну. Однако на мировом рынке повышательный тренд сломлен и в ближайшее время российские экспортные цены также будут уменьшаться. В Савэконе отмечают, что этот сезон характеризуется необычным поведением трейдеров. Они, похоже, стараются уйти от зависимости от аграриев южных регионов. И все чаще заключают контракты с поставкой в августе-сентябре с аграриями Центрального Черноземья и Поволжья. Это нетипично для начала сезона. Итак, цены, скорее всего, будут снижаться. Агентство Refinitiv на этой неделе уже отметило, что экспортные цены в Новороссийске снизились до 205-208 долларов за тонну пшеницы с протеином 12,5%. В России сделан еще один шаг на пути к созданию системы автоматического весогабаритного контроля на трассах. Владимир Путин подписал закон, который расширяет полномочия Миндранса в этой сфере. Рамки автоматического весогабаритного контроля – это для России штука не новая, однако, скорее всего, они будут внедряться с новой силой в ближайшие годы. Рамки позволяют выявить многотоники, которые превышают допустимые нормы по габаритам транспорта, либо по его весу. Согласно документу, который подписал Владимир Путин, все пункты автоматического контроля должны быть оборудованы фото- и видеозаписывающими устройствами, а также оснащены специальными табло, на которых водитель сможет узнать о том, что он совершил нарушение. Напомним, уже несколько лет активисты в России пытаются перебороть ситуацию с перегрузом, в частности, перегрузом зерновозов, однако нарушения продолжают быть частью нашей жизни. И сейчас в группах, которые предлагают работу с зерновозом, авторы объявлений не стесняются указывать, что везти зерно придется с превышением допустимого веса. Государственная Дума России приняла в третьем чтении закон об охране плодородия почв. Его инициатором выступал Комитет Госдумы по аграрным вопросам. Документ фактически создает в России систему государственного надзора за плодородием почв. Предполагается, что Минсельхоз ежегодно будет издавать некий план обследования земель и давать своим подведомственным учреждениям в регионах госзадания. Эти учреждения, в свою очередь, посетят сельхозугодья, возьмут почву на анализ и по результатам проведенных исследований представят аграриям план проведения мероприятий по воспроизводству плодородия земель. Возможно, внесение органических удобрений, возможно, внесение фосфогипса в зависимости от того, какие проблемы есть на каждом конкретном поле. Обследование земель для аграриев будет бесплатно. Его бюджетные учреждения выполнят в рамках госзадания за счет государства. Но вот последующие работы по восстановлению плодородия, конечно, лягут на плечи аграриев. В Госдуме рассчитывают, что централизованный мониторинг поможет улучшить состояние сельхозугодий в России. По оценкам авторов законопроекта, четверть земель в России имеют средне гумусированные почвы и более 35% слабо гумусированные. Правительство России расширило список отраслей экономики, которые могут рассчитывать на отсрочку или рассрочку при уплате налогов и страховых взносов. Рассрочка предоставляется на срок от года до трех лет. Теперь на нее могут претендовать производители молочной, мясной, масложировой и растительной продукции, а также рыбоводческие предприятия и предприятия, которые производят консервы, в том числе рыбные. Полный перечень отраслей, которые попали в этот расширенный список, можно будет посмотреть в постановлении правительства России номер 382 от 6 апреля 1999 года. Но, однако, изменения, которые были приняты на этой неделе, вступят в силу только 21 августа 2020 года. Впрочем, хоть с рассрочкой, хоть без налоги платить придется, и здесь важно, чтобы у сельхозпроизводителя были на это деньги. Картофельный союз России очень обеспокоен выручкой овощеводов. Руководитель аппарата союза Татьяна Губина предлагает всем картофелеводам заключать с предпринимателями взаимовыгодные договоры, зафиксировав в контракте минимальную цену на корнеплод. Картофельный союз считает, что 12 рублей за килограмм – это как раз оптимальная цена за картофель хорошего качества без учета доставки. Розница, говорят, в Картофельном союзе ничего не потеряет. Картофель – это продукт дешевый, и увеличение стоимости на каких-нибудь 2-3 рубля не скажется на кошельке конечного потребителя и на выручке ритейла. В объединении посчитали, что в среднем россиянин съедает в год примерно 65 килограммов картофеля. И при цене 12 рублей за килограмм в опте и в рознице 30 рублей за килограмм, россиянин потратит не более 2 тысяч в год или всего 163 рубля в месяц, что не превышает 1,5% от минимального размера оплаты труда. Такую же инициативу Картофельный союз предлагает взять на вооружение и производителям овощей. Впрочем, в июле цена на картофель превосходила 30-рублевый рубеж, и в среднем в Южном федеральном округе корнеплод торговался под 34 рубля. Дешевле всего он стоил в Волгоградской области 32,5 рубля за килограмм. Это розничная цена. На этом наш выпуск завершен. Пожалуйста, пишите в комментариях, что вас волнует, о чем бы вы хотели услышать. И подписывайтесь на наш канал.